Здравствуйте, Людмила! Здравствуйте! Расскажите, у вас двое детей, Роман и Артем, правильно? Ну, вообще, как бы да, я начну с того, что я всегда хотела большую семью, да, я всегда хотела, чтобы у меня было очень много деток. В общем, родила я все нормально, роды прошли замечательно. И родился ребенок абсолютно здоровый по шкале Абгарта 9-8, 8-9, точно не помню, как там говорится. В общем, абсолютно здоровый ребенок. Сразу закричал, все было хорошо. В то же время мы делали прививки, медотвода у нас так и не было. То есть по неврологии ребенок был здоров абсолютно. И потом уже где-то к 9 месяцам у нас пошло отставание по неврологии. То есть они говорили, что мы очень поздно сели. Потом еще какие-то вот такие вот моменты пошли небольшим таким накатом. И ближе где-то после года, где-то год и два, наверное, я начала замечать, что вот с ребенком стало происходить что-то не то. То есть он начал бояться у нас горшка. То есть он горшок совсем не боялся, не садился. Он его просто истерически боялся. Когда я его увидела, я его садила, он выгибался дугой. Он его просто боялся как бы физически. Потом он начал истерить песочницы. Просто на ровном месте истерики начинались. И они не заканчивались. Я просто их не могла закончить. И просто приходилось брать ребенка периодически. Иногда, конечно, он успокаивался, когда что-то, допустим, его интересовало. Но это было очень редко. Нужно было просто брать ребенка домой, вернее, садить в коляску и бежать домой. Потому что это было достаточно продолжительно. И ребенок аж весь краснел, чуть ли не синел. В общем, были достаточно сильные крики. Потом не было понимания речи. То есть я что-то говорила, думаю, ну, наверное, маленький. Наверное, он еще не понимает. Но потом уже, смотря на других детей, я видела, что другие детки понимают. Когда мама им что-то говорит, они подходят. Там вот такие моменты. Начала пропадать речь. У нас немножко появилась речь. Была мама, дай. Какие-то такие ляки-поляки свои появлялись. И потом ближе, вот, году и двума, просто это все начало исчезать. Потихоньку, потихоньку как-то. И потом ребенок просто замолчал. Он просто потерял взгляд, так сказать, да, не сфокусированный просто на одну точку. У него начались маршруты. То есть если идешь не по тому маршруту, то ребенок просто начинал истерить, что мы туда идем. Он падал. И опять начинались истерики определенные. Потом он не замечал детей. Он не замечал животных. Вообще просто как бы находился в каком-то своем таком мире. Была неуклюжесть. Он постоянно падал. У него всегда были разотраны коленки. То есть он просто шел на ровном месте и падал. Зациклился на машинках. У нас вот была вот такая игра. Не просто там возить машинку. А именно так. Жу-жу-жу. Со стороны в сторону. Он мог прям часами смотреть на эту машинку. Он подбегал, брал какие-то машинки у детей. Если они ему не давали, у него начинались вот эти истерики, которые закончить нечем было. Если ему не дадут эту машинку, он просто орал до посинения, так сказать. Вот такие вот моменты именно сыграли тот момент, что нужно было что-то делать. А скажите, может вы заметили какой-то механизм запускающий? Почему это запустилось? Да, вы знаете, мы делали прививки, да. И последняя прививка, которую мы делали, это была прививка АКДС. Она как-то, вот как-то я с ней это сопоставила. Потому что вроде и речь, вроде и все. И когда нам вот уже году, по-моему, или вот когда точно, сейчас не вспомню. Ближе к году нам поставили вот эту АКДС-ку. И потом вот это вот все пошло-пошло. Просто я потом уже анализ проводила, смотрела, что же такое произошло, что могло как-то поспособствовать и запустить вот этот механизм. Когда, конечно же, я поняла, что что-то не так происходит, я пошла сначала в нашу поликлинику. Мне сказали, да что вы, мамочка, все нормально. При этом ребенок стоял, жукал, жукал, жукал. Я говорю, ну смотрите, что-то не так. Вот я прям как будто искала эту причину. Ну, за что зацепиться, чтобы увидели. Но наши это не видели. Мы пошли в частную поликлинику к одному, потом к другому. И остановились на самом лучшем, как всегда, неврологи нашли. И когда мы пришли к неврологу, она сказала, да, давайте понаблюдаем, посмотрим. Где-то около полугода, наверное, наблюдались. Мы к ней пришли, наверное, в год и четыре. И вот два года нам только поставили диагноз. Она нас отправила к психиатру. Говорит, сходите к психиатру. Я, конечно, долго откладывала, но два года мы пришли. До этого мы делали капельницы с ноотропами. Конечно, я никогда не забуду этот взгляд, когда ребенок плачет, орет, конечно. Ну, а я понимаю, что ему нужно помочь как-то. Ну, а врачи же говорят, что вот нужно так сделать. Ну, и, конечно же, ну, ребенка просто вот держали, он плакал, кричал. Этот взгляд никогда, конечно, не забуду. И вот единственное, что после этой капельницы ребенок в год и семь у нас начал кушать. Вот. Все, больше никаких улучшений особо я не видела. И в два года нам ставят диагноз аутизм, когда мы пришли уже непосредственно к психиатру. Я еще тогда не знала, что такое аутизм. И на тот момент я уже была беременна вторым ребенком. И когда я пришла домой и прочитала, что это неизлечимо, конечно, я была просто в диком ужасе. И, наверное, тогда у меня началось просто какая-то... Даже сложно описать мое состояние тогда эмоциональное. И мне еще, тогда я будучи беременна, мне врач-психиатр сказал, кто у вас будет, ну, кто у вас в животе, кого вы ждете? Я говорю, мальчика. А они мне сказали, вы знаете, если у вас будет мальчик, то 99,9%, что диагноз может подтвердиться. Вот. И я, конечно, ушла оттуда с этого приема. Ну, в таком ужасе ничего не сказать, да? Я считаю, что медики, врачи допускают ошибку, когда... и большую ошибку, когда говорят беременным женщинам, говорят, что у вас, если первый ребенок, то у вас второй будет ребенок тоже 99,9% больной. Как можно такое, такие вещи говорить маме, у которой, во-первых, первый ребенок больной, и тут предполагать, что она опять носит больного, но это же работает как внушение, как программа, тем более для беременной женщины. Это удар на самом деле. Такие вещи нельзя говорить. И, конечно же, я начала бегать везде, где возможно, с ребенком. Я была и у логопедов, была и у психологов, и всякие коррекционные моменты, конечно же. Мы все это затрагивали, очень много чего прошли. Я читал там заявки у вас, что диагнозы со щитовидкой, по-моему, проблемы. Да, с щитовидкой у нас начались проблемы, знаете, уже ближе к трем годам. Я заметила, что у нас увеличилась щитовидка небольшая, такой зубик появился. Я пошла уже к эндокринологу, и она поставила нам диагноз гипотиреоз. Она нам прописала гормоны, мы пропивали гормоны. В какой-то период мы даже хотели от них... Я просто была категорически против гормонов, потому что я считаю, что это такой инструмент, благодаря которому может потом щитовидка не восстановиться. Я не знаю, у меня почему-то такое было понимание. И я говорила, давайте будем пробовать как-то убирать, как-то снимать. Все-таки ребенок маленький, может быть, это все компенсируется, но, может быть, как-то уменьшать дозировки, потому что дозировка была нормальная такая, достаточно серьезная. И она говорит, давайте попробуем. Когда мы убрали, у нас очень сильно гормоны скаканули, и очень сильно вырос зуб такой прям серьезный. И они еще меня так поругали, типа, мамочка, ай-яй-яй, что вы нам тут это? Давайте уже будем пить гормоны, и все. И мы с них не слазим лет до семи минимум. То есть, как бы, я, конечно, смирилась, думаю, ну, врач все-таки лучше знает. Вы знаете, я не врач, и, наверное, с позиции социума я не имею права пенять на назначение тех или иных медицинских препаратов. Я скажу как инфодайвер, как человек, который смотрит на то, как идут психические процессы в подсознании того же самого ребенка, когда ему в раннем возрасте назначают гормональную терапию. Это как удар кувалдой по компьютеру. Дело в том, что настройки эндокринной системы настолько тонкие, они обеспечивают, по сути дела, все психические процессы. Это прямая связь с Богом. Пускай это высокопарно звучит, но это на самом деле так. И теперь, представляете, вот в эти тончайшие настройки влазят с кувалдой. С одной стороны, благими намерениями всегда назначаются эти препараты. С другой стороны, получается, возникает вопрос, а они больше лечат или они больше калечат? Может быть, имеет смысл влезть с другой стороны в подсознание для того, чтобы осознать, понять, зачем тот или иной процесс вот на таком тонком уровне сформировался. Ведь убрать с этого уровня пока еще не причинен вред, достаточно значимый физическому телу, проще, чем когда уже усугубились процессы и эндокринная система в дальнейшем гормональный сбор, сбой отразится. Про сути дела на всех органах, по сути дела на развитии физического тела. Но об этом в это время не думается. А наперед никто не смотрит. Вот здесь и сейчас таблеточка, и она будет панацеей. А будет ли она панацеей? И, конечно же, да. Поэтому с щитовидкой у нас тоже были сложности. Он и потел, вот эти вот ладошки всегда потные, ручки потные, потничка, запах кота. Вот такое вот у него все было. То есть с летом нам говорили, что в жару нам нельзя гулять, потому что ребенка уже защищать от солнца. По поводу младшего. Вот как я говорила, беременность у меня протекала достаточно легко. Родился он абсолютно здоровый. Все то же самое, все хорошо, все прекрасно. Нас выписали. Я месяца три, наверное, просто к нему привыкала. И мало того, что мне нужно было бегать все время по каким-то занятиям, куда-то везти старшего. То есть я его все время спасала. Ну вот такая героиня была, как сейчас я понимаю. Вот, и я помню, сцеживала молоко, оставляла с бабушкой, там по занятиям бегала с ребенком. То есть я вот сейчас понимаю, что я маленькому ребенку уделяла, ну, мало времени. Вот. И я делала ему прививки до шести месяцев, потому что я еще тогда не совсем сопоставляла. Ну, как бы не было такого четкого понимания, что прививки как-то тоже могут сыграть вот какую-то такую решающую роль. И мы ставили прививки до шести месяцев. Потом просто муж сказал, мы не ставим прививки, потому что я прочитала, что это может тоже как-то поспособствовать дальнейшему развитию событий, да, нехорошему. Где-то после три года у него было немножко больше слов. Он говорил, мама, папа, дай, ням-ням, что-то. У него намного больше словарный запас был. И он тоже в году так же. Вот все, что было у Романа, все то же самое, начало происходить с Артемом. И потом получилось так, что в какой-то прекрасный момент у него просто началась аллергия на ногах. У ребенка начались просто вот язвы на ногах очень сильные. Мы как раз перешли, пошли на безглютеновую диету, на тенториум, да, я, мамочки все, многие, да, были на тенториуме. Мы как раз тогда вели Роману тенториум, сделали безглютеновую, безгазиновую диету, и у ребенка началось просто на ногах какой-то ужас. У него был полностью рот в каких-то, знаете, прям как в язвочках. Он не мог смеяться, он не мог ничего сказать. У него были такие кровоподтеки. Я просто не знала, что с этим делать. И на ногах, то есть мы как бы его и купать не могли, ничего. То есть это было достаточно продолжительно. Это было около года. Вот, мы, соответственно, не могли пойти ни в садик, никуда. И ребенок, может быть, и из-за этого, он просто не мог ничего говорить. Он был, он просто вот боялся даже рот открыть. Когда у нас это все прошло, он начал потихоньку начинать улыбаться. Начал проявлять какие-то эмоции. У него появились какие-то, он даже как-то со страхом начинал улыбаться. То есть он прям вот как-то губки так делает. И он боится, что вот сейчас, не дай бог, где-нибудь, чего-нибудь будет больно. Вот. То есть у него были вот такие вот моменты больше. И такой, конечно, больше был замкнутый. Потому что у Ромки были такие моменты, когда мы вводили вот эти гормоны для щитовидной железы. И они немножко, как бы сказать, гормоны начинают, ну, в общем, какая-то агрессия появляется у ребенка. Вот такие вот моменты. И он подбегал, бывало, к Артему, к Артему и кусал его. И у Темы еще сильнее замкнутость становилась от того, что, ну, он начал бояться вот этих моментов. Я помню, даже Рома начинает к нему просто подбегать, он просто ставил блоги. То есть вот такие вот моменты были. И он тоже замкнулся в себе. Тоже были вот эти вот аутические проявления. Мы когда пошли к неврологу, к психиатру, нам тоже сказали, что у вас тоже аутический спектр. Это уже тоже ближе к двум годам. То есть нам тоже ставят вот этот вот диагноз, инвалидность одному, второму. И потом мы проходили, что из процедур мы проходили? Вот мы проходили тенториум, то есть у нас была безглютеновая, безказиновая диета. Я делала Роману 5 курсов микротоков. Ничего не помогало. Я помню, нам еще говорили, что это очень хорошо повлияет на щитовидную железу. Прям какие-то точечки они там делали. Сначала вроде было улучшение по гормонам, потом все стало на тот же уровень. Вот мы сделали около пяти процедур. То есть у меня ребенок пришел туда в памперс и ушел буквально через недельки-две без памперса. То есть единственное, что он там научился, это ходить на горшок. Потом мы сделали 4 курса томатиса. Было улучшение понимания. То есть он на бытовом уровне стал что-то понимать. Стал какие-то по дому моменты делать. Он стал, помню, футболочку снимать. То есть одежду уже начал. Добрался до одежды и немножко начал понимать, что нужно самому это все делать. И Артему мы что делали? Мы Артему делали только 3 курса томатиса. У Артема сразу появились игры. Он начал играть. Он начал складывать конструктор. Он стал смотреть вот эти вот какие-то цвета разные. То есть он начал понимать, что это игрушки и с ними нужно играть. А до этого у нас вообще не было никаких игр абсолютно. То есть у нас игрушки всегда... Я всегда мечтала, чтобы у меня дома были раскиданы игрушки. У нас такого не было. У нас всегда игрушки лежали, то есть как бы без особого интереса. Я с ними сама играла игрушками. Но пыталась им показать, что ими нужно играть. А натропы там какие-то давали? Нет? Вам прописывали? С Романом до того, как мы пришли к психиатру, нам прописывали наотропы. И мы их кололи в капельнице, как я уже говорила. И мы пропивали наотропы, наверное, где-то до 3 лет, пока мы не перешли на тенториум. Когда мы пришли на тенториум, я убрала полностью все наотропы. Потому что я поняла, что они ничего не дают абсолютно, только возбуждение, какое-то состояние беготни, гиперактивности. Но я ничего не увидела. Еще нам 2 года прописали нейролептик. Я начала читать, что это такое изучать. Я поняла, что это не наш препарат. Но тем не менее, мы его попробовали буквально 2 капельки. И я увидела, что ребенок просто ушел вау. То есть, если он и так немножко вообще не видел окружающего мира, то здесь он просто сел, но у него чуть ли не свина текла. И я поняла, что такие препараты пить точно нельзя детям. И я прочитала, что они тормозят развитие. Думаю, куда нам еще тормозить, нам нужно догонять. И я сразу убрала наотропы. Мы убрали где-то в 3 года, когда мы перешли на тенториум. Потому что я поняла, что они не работают. Артему мы вообще наотропы не давали абсолютно никакие. И вот Роме досталось много чего. Расскажите, с чем вы подошли к инфодайвингу? То есть, какие были проявления и у старшего, и младшего? По сну, по туалету, по речи? Когда мы пришли в инфодайвинг, у нас не было речи ни у кого. Ни у Романа, ни у Артема. У Артема даже не было звуков. У него как раз эти и губы прошли. Уже где-то, наверное, полгода прошло. Он начал только улыбаться, какие-то эмоции издавать. То есть, это было небольшое понимание на бытовом уровне. Какое понимание, что надо пойти покушать, что иногда можно взять тарелку и отнести. И, пожалуй, наверное, все. У Романа был горшок. У Артема горшка не было. Артем, кстати, так же боялся горшка, как и Роман. Он так же и сбывался тугой. То есть, все было то же самое, как у Романа. Из общения, из социализации у нас тоже ничего не было. Артема, мало того, что детей просто боялся из-за вот этих моментов, которые я говорила, да, вот этих агрессивных нападок Романа, когда у нас водились на гормоны. По питанию? По питанию. По питанию у нас был очень ограниченный рацион. Вон у Артема был буквально мясо, рис и мясо, рис и пшено. У Романа было тоже мясо, пшено и рис. Все. То есть, это было все ограничено. Мы глютен не давали, другую еду мы не давали. На глютен была какая-то реакция? Почему глютен не давали? На глютен, да. На глютен какая у нас реакция была? У нас был дикий смех. У нас была истерика. У Романа заканчивалась тем, что ребенок просыпался среди ночи, начинал кричать, орать, бегать и прыгать. У нас была просто дичайшая реакция непосредственно на глютен и на глютен в том числе. То есть, мы ничего такого не давали детям совсем. Стимы какие-то были? Стимы были, да. У Романа были стимы. Он бегал, прыгал, он кричал, он рычал, он бегал и трес ручками. У нас такое было. У Артема было вот такое вот тоже. Короче, в общем, такая каруселька. А по физиологии щитовидка там еще что-то? У нас зоб. У обоих мальчишек зоб достаточно сильный, объем увеличенный. Гормоны пили? Да, мы были на гормонах. Мы были на гормонах и у Артема, и у Романа были гормоны. Да, да. Давайте теперь по инфодайнах. Как узнали? Татьяна, мама Егора, я помню, нам эту информацию преподнесла, потому что мы были знакомы через Тенториум. Я, конечно, вцепилась во все это дело, еще услышала, что какие у них улучшения. Я начала смотреть все фильмы, все пересмотрела, и я сразу же заказала консультацию. Я помню, даже не стало никого, ничего. Я говорю мужу, говорю, все, вот это наше, говорю, это 100% наше. Мы, помню, сделали консультацию. Это был февраль 2020 года. Помню, я поехала в командировку на 4 дня, и как раз в этот день, ну, вот в этот момент делали консультацию. Когда я уезжала с аэропорта, помню, с Москвы, пришла консультация. Я помню свое состояние. Я смотрела эту консультацию, наверное, раза три в самолете, потому что она была так тихо, тихо там так говорили, и я прислушивалась каждому слову. Когда я приехала уже в аэропорт, меня встречал муж и Роман, старший ребенок. Я даже словами не передам. Это был совсем другой ребенок. Вот я уезжала, буквально прошло 4 дня. С момента консультации прошел, по-моему, один день. Или два, да, я приехала на второй день, на утро. И вот это вообще, вот этот взгляд. Я раньше думала, что ребенок на меня смотрит. Ну, вот я думала, что у него есть какой-то взгляд, какой-то, ну, вот, осознанный. Но это был вот прям взгляд, вы знаете, такой с какой-то схитринкой, с интересом, с таким вот... Он смотрел куда-то мне в глубину, и прям настолько это было запоминающееся. Я не знаю, этот взгляд у меня прям перед глазами стоит. И это было вот самое первое, что появилось. Когда я увидела Артема, было то же самое. Он смотрел на меня, улыбался. Он меня видел как будто в первый раз. И эти улучшения, они постоянно, постоянно, постоянно происходили. Они, знаете, вот как будто включились у них какой-то вот щелчок, и они включились, у них появился интерес. Они стали с интересом на все смотреть, на все окружение. Они начали замечать. То есть это все происходило не прям сразу, а постепенно, то есть вот так вот постепенно, да, за какой-то период времени они начали замечать животных. Они начали замечать, что есть мы с папой, да. Ну вот появился интерес, да, улучшилось самообслуживание. Сейчас они полностью одеваются, полностью издеваются. Сейчас они бегают по дому, они смеются, они хохочут, они прям озорные, они стали друг друга замечать. Они начали, вот вы знаете, не просто то, что замечать, а они прям наблюдают друг за другом. То есть, например, Артем играет в планшеты, Рома подходит к нему и потом, хоп, вот так в глаза посмотрит и улыбается. То есть он прям вот погладит его. Артем начал у нас делать, знаете, такой барангут, знаете, так вот к лоб. Подходит прям Ромку вот так в охапку и ему барана делает. Это вообще просто. То есть они начали замечать не только друг друга, они начали замечать других детей вокруг. То есть они начали ходить на детские площадки, они начали бегать. Это лето было каким-то безумным. Они носились, они бегали. Мы с Ромой ходим по 12 тысяч шагов сейчас. То есть он спокойно это выносит, он стал выносливым, он стал, у него тело стало крепким, плотным. Потом Артем у меня, он просто пришел и начал мне показывать буквы и их назвать. Он мне полностью, буквально за два дня, он начал мне рассказывать алфавит полностью от А до Я. Потом он в какой-то момент начал мне показывать фигуры. Ну, мы как бы, да, и занимались с ним, я рассказывала. Но, как сказать, в игровой форме. И он просто начал мне сам озвучивать все фигуры. Он начал называть животных. Сейчас он уже даже начинает имитировать звуки животных так же. Цифры до 20. Сначала он просто начал до 10 считать, потом он до 20. И тоже вот как-то вот это так быстро и стремительно стало происходить. Вот как вот говорят, да, начинается саморазвитие, и ребенок просто вот включается, и у него какой-то интерес. И он это с большим-большим интересом это все делает. Ну, не просто там как-то так механически, а у него прям, он что-то сказал, и видно в глазах, что ему это нравится, что он сам кайфует от этого. Вот. Потом начали у него появляться слова. Прям каждый день, я даже помню, ну, даже писала, что каждый день у нас что-то новое, прям, то кукла. Причем я говорю, и он за мной повторяет. То есть пошли повторения. Сейчас у нас уже пошли по два слова. То есть он соединяет, например, красный квадрат, например, там, красный круг, там. Ну, то есть вот два слова уже соединяет. Мама, дай, например. А сейчас вообще у него любимая фишка. Что-нибудь ему говоришь, он, а чё? То есть у него такой, какой-то уже юмор пошел. У них ревность. Они, я раньше мужу говорила, вот смотри, у тебя Рома сейчас сидит на ручках, да, смотрит, как ты там, например, в компьютер играешь. А сейчас скоро Тёма будет. Сейчас вот буквально немножко времени прошло, и они уже дерутся, кто будет сидеть у папы на руках. Артём стал встречать папу с работы. Папа приходит, он уже, ну, сидит с мамой на ручках, например, и слышит, поворачивается замок, и он уже бежит встречать папу. Мама ему уже неинтересна, он бежит встречать маму. То есть у них вот прям проснулся интерес. Они всё вот, я не знаю, всё познают, всё вот, всё им интересно. У Романа, он у меня начал, знаете, так голосить, как будто распеваться. Вот звуки, очень много звуков появилось. Буквально на днях он мне сказал два слова. Дай финик, мама дай, говорит, мама. И в этом году я впервые услышала, впервые услышала от детей мама, обращенная ко мне. То есть я всегда ждала этого слова, и оно появилось. И ещё появилось слово папа. Папа, папа вообще, конечно, счастлив, потому что его, наконец, назвали папой. Вот, очень много моментов в еде. У Романа появились в рационе, он стал есть ягоды, он стал есть фрукты. Он, мы уже пробуем ему и глютен, и козеин. На глютен, конечно, у нас ещё есть немножко реакция. Но козеин он уже кушает, и творожки кушает. То есть как бы такой реакции нет. Фрукты очень любит, сам себя обслуживает, сам достает с холодильника, что он хочет, сам всё кладёт, и он такой аккуратист. Понимание появилось. Офигенское понимание. Даже, не знаю, словами не передать он. Даже бабушке, у нас бабушка немножко такая, знаете, не всегда верит в успехи детей, по сравнению с нами. Но когда, например, у ребёнка упал магнитик, и бабушка говорит, «Ром, подними магнитик, положи на холодильник». Рома взял, пошёл и прицепил на холодильник обратно. Бабушка просто была в шоке, хотя она на самом деле, ну, ей очень сложно какие-то такие моменты всегда даются, что-то поверить там, что какое-то чудо произойдёт или ещё что-то. И тут она уже сама видит, «Смотри, он меня поцеловал, смотри, он меня обнял». Они стали такие нежные, они обнимаются. В общем, я не знаю, мои дети просто изменились. Для меня сейчас дети мои просто здоровые. Вот здесь вот они у меня просто здоровые. Я не знаю, я прям их воспринимаю, как здоровых детей. И я делаю на этом фокус. Я прям вижу, Ромка начинает говорить. Я говорю, «О, смотри, ты какое слово сказал!» И я прям проживаю весь момент. И потом у него всё больше и больше. Я прям вижу, как моё состояние влияет на детей. В общем, это сказка. Это какое-то чудо. Я вот всё время Наталье пишу, говорю, «Наталья, это вот вы нам подарили новую жизнь». Вот честно, мы были в каком-то, знаете, вот в первую беременность я находилась как раз в таком каком-то состоянии, в каком-то замкнутом. Знаете, вот я утратила краски, какой-то интерес к жизни. Когда вот появилась моя беременность, состоялась, да, я прям в неё грузилась так. И у меня была одна такая надежда, что вот это меня спасёт. И действительно мои дети, наверное, пришли показать, что мир прекрасен, что можно радоваться каждому моменту, любой какой-то мелочи. Буквально что-то произойдёт. Мы вот с мужем смотрим за детьми, «Слушай, смотри, смотри, вот он вот это делает». Я вот, я не знаю, и вот мне скажи, вот лет 10 назад, что я буду радоваться такой мелочи. Но я бы, наверное, не поверила. А сейчас вот я радуюсь вот всему, что происходит. И дети дают отдачу. То есть они, как говорят, на счастье дети быстро выходят. Вот действительно, когда ты в каком-то счастье, когда ты в каком-то драйве, когда ты вот в каком-то позитиве, ты видишь, как вот... И особенно когда ты занимаешься своим любимым делом, ты идёшь прям с полной отдачи. Я, например, провожу какой-нибудь, ну, по работе какие-нибудь моменты. Я прихожу домой, и мне муж там с порога в последний раз, «Смотри, что они делают! Смотри, смотри!» А они сидят и обнимаются. И я думаю, «Боже, вот это счастье!» Вот ради этого можно вот... Вот не ради этого, а просто надо быть счастливой. Всегда вот в каком-то вот... В таком вот... Не знаю. Мамы бывают разные. Вот наша мама в данном случае, она просто невероятно исполнительная. И, наверное, даже на начальном этапе это где-то служило не на пользу детям, да? Но в тот момент, когда мы начали сотрудничать, мама творила просто чудеса. Она каждый день нам писала, как меняются дети. Она замечала всё до мелочей. И это действительно точечно помогало нам находить проблему и корректировать. И поэтому благодаря вот этой маме в том числе мы смогли влезть даже в генетику. И смогли и там поменять настройки. Потому что в данном случае мы имели проблемы генетического характера. И вот эта исполнительность, она проявилась с той стороной, что нам помогла. Реально помогла. Это с момента первой консультации прошло 9 месяцев. Скажите, там ещё были какие-то консультации, отработки в этот период? Вообще у нас было 4 отработки. И потом последнюю я уже заказала на себя. Я заказала на себя. Наталья сказала, что у меня по-женски очень много-много проблем всегда было. Я понимаю, почему они были сейчас уже. И Наталья сказала, что да, вам нужна консультация. Я пошла на консультацию. Там отработали полностью нашу семью. Нас тормило не по-детски, конечно. И потом пошли очень-очень много-много-много улучшений у деток. И у нас в семье уже понимаешь вот этот смысл, что мама должна быть счастливой, мама должна быть реализована это 100%. Потому что наши дети, как наши зеркала, они отражают. Раньше, если они мне отражали, пришли мне сказать, мам, посмотри, ты что-то не так делаешь. Я этого не замечала. Я была как слепой котёнок, которому нужно было постоянно что-то тыкать, тыкать. А я не видела, я не слышала ничего этого, пока вот не поняла, насколько всё пережили мои детки и мои близкие, которые пришли мне, да, и вы в том числе, да, пришли ко мне вот помочь и показать правильный путь. И я на самом деле бесконечно благодарна всем людям, которые, ну, повстречались на моём пути. А наш чат вот, который, да, вот девчонки где, это просто космос космический, там намного быстрее вся идёт работа и, ну, в общем, классно всё. Скажите, по физиологии, какие изменения получились там по щитовидке, ещё по чём-то? По щитовидке у нас сейчас, получается, немножко уменьшился зоб. Насколько немножко, я сейчас пока не могу сказать точно, потому что мы сейчас планируем идти к врачам на обследование. И когда мы сдавали гормоны у Артёма, они были в норме, потому что мы вот буквально недавно лежали с ножками. А, кстати, тоже чудо какое было, вообще замечательно. У нас Артёмка упал в игровую комнате буквально, наверное, месяца два назад, и он у нас перестал ходить. Он просто... Мы обследовались в больнице, я помню. И он просто перестал ходить. Он садился на попу и катался на попе. Три-трое суток нас выжили в больнице, абсолютно всех обследовали, всего обследовали, там все УЗИ органов сделали, всё замечательно, всё прекрасно. И нам сказали, что у ребёнка просто страх. И потом, после очередного, не знаю, я думаю, что это всё. Наталья, конечно, с Ириной молодцы. И у меня просто ребёнок на след... Ну, то есть ребёнок не ходил. И на следующий день он встаёт и начинает ходить. А на следующий день он просто бегает у меня. И у меня просто чудо чудесное. В общем, вот я просто про это чудо тоже хотела сказать. Это, конечно, просто чудесно. Физиология очень быстро восстанавливается. Вообще вот с ножками была удивительная история, когда нам мама сообщила, что ребёнок перестал ходить. Ну, было удивительно. Ну, как-то ходил и вдруг перестал, да? А потом три дня в больнице. Врачи не могут поставить диагноз. И всё это развивается. И ребёнок не ходит. И мы залезли в подсознание, чтобы посмотреть, так в чём же причина. И увидели, что развивается кармическая история. Да, по ней он не должен ходить. И у нас был внутри шок. Ну, вроде бы же всё убрано, вроде бы уже всё откорректировано. Как оно может проявляться? И для нас это был опыт углубления ещё на большие глубины в подсознание, где понимаешь, что это бесконечно. Бесконечное количество историй, бесконечное количество информации. И какая именно информация выстрелит здесь и сейчас, предсказать не всегда возможно. Просто надо взять и удалить. Мы её удалили. Мы её удалили. На следующий день ребёнок встал на ножки, потому что ему уже не надо больше отрабатывать кармически то, что он не ходит. И восстановление произошло очень быстро. И поэтому, когда говорят о карме, хотите – верьте, хотите – нет. Но это тот случай, когда оно бы просто шло по накатанной до инвалидной коляски. Либо же это отрубаешь сразу, и история прекращается. И на этом всё, ребёнок идёт в здоровую жизнь. А по щитовидке с гормонами что? Неа, по поводу гормон. Мы же сразу, как только мы пришли в инфодайвинг, мы их просто убрали. Потихонечку, постепенно, постепенно мы их убрали. Слава Богу. Вот, да, это вообще момент такой, который меня очень-очень порадовал, потому что, ну, организм всё-таки способен к самовосстановлению. И когда, ну, вот эти костылечки убираешь, он начинает, мне кажется, в полную силу всё это, физиология восстанавливаться. Как Наталья сказала, ну, я с этим абсолютно согласна, потому что я всегда была против гормон. Да, гормоны мы не пьём. Это прям счастье. Практики, зеркало, анкеты, прописывание будущего всё делали? Да, да, да. С практикой зеркала я не сразу подружилась. Я не совсем понимала, как её правильно делать. Я делала, знаете, на каком-то таком зачитанном листочке. Я там люблю, я ценю и так далее. А потом, наверное, спустя месяца два, я начала делать зеркало. Думаю, надо мне его начать делать. Надо мне его начать делать. Я как-то себя заставляла. А потом я просто подошла и начала делать. И у меня начало получаться. Я в чате даже прописывала, как я делала эту практику. Несколько даже таких моментов было. Ну, немножко даже из ряда чудес, из ряда вон выходящего, так сказать. Какое-то волшебство. На самом деле практика зеркала хороша только в одном случае. Это тогда, когда человек действительно искренен. Когда он, стоя перед зеркалом, говорит себе в глаза, изнутри себя, из своих чувств, но никак не по бумаге. А именно искренне, открыто в глаза, в глаза себе, прямо в глаза. Вот. Зеркало, да, сценарий, да, и анкеты, да. Просто первое, что я начала делать, это писать анкеты. Как я только приехала с командировки, я начала писать. Это было, конечно, достаточно тяжело эмоционально. Но это того стоило, потому что, ну, столько энергии на самом деле освободилось. И какая-то легкость почувствовалась после того, как отпустила некоторых людей из своей жизни. Вот. Да, это практики, конечно, волшебные. Как видите дальше будущее? Садик, школа? У меня будущее уже все прописано. У меня даже буквально сегодня приходили ценщики квартиры. У меня глобальный переезд в Сочи. Я очень давно об этом мечтала. И я уже воплощаю это в цель, ну, свою прям не просто мечту, а какую-то цель. Я очень хочу, чтобы мои дети были на море. Сама всегда мечтала об этом. И я очень хочу, конечно же, мои детки пойдут в школу уже там непосредственно. Я все вижу вообще в красках ярких, замечательных, что мы путешествуем, и что мы живем в Сочи, в теплой стране, потому что у нас достаточно холодно в Хабаровске, холодный Дальний Восток. Вот. Поэтому все прекрасно. Я говорю, у меня даже мурашки похоже бегают. А что хотите, может, мамочкам другим посоветовать? Другим мамочкам, да. Знаете, самое главное, смотреть на своего ребенка, чувствовать его. Чувствовать, как сказать, вы знаете, вот я говорю, что я была в каком-то ауте, я этого не понимала. Но потом, когда я поняла, что я была в этом состоянии, и что ребенок пришел именно ко мне, это помочь мне, я увидела это в их поведении, в их отражении. Я просто хочу сказать, чтобы мамочки в первую очередь заняли собой, своей реализацией, чтобы они нашли то, что им нравится по душе, чтобы они жили в счастье и в радости. Знаете, вот, когда вот здесь вот какая-то гармония, ну вот, внутри, тогда и тебе, и мир становится каким-то гармоничным, и ты как-то видишь все в других красках. Люди начинают быть не такими, как раньше, да, так сказать. Самое главное — начать с себя, менять себя, внутри себя заглянуть и честно, и правду сказать, какой ты, да. И, конечно же, всегда смотреть и понимать, что ребенок тебе отражает. То есть это вот прям сто процентов работает, когда ты начинаешь это понимать, ощущать это и, ну, как сказать, прорабатывать внутри, ребенок улучшается. Это вот прям видно, это работает. И, ну, вот самое главное — это вот реализация интерес к жизни, большой интерес к жизни. Вот тогда все получится, и большая вера в ребенка. Ну и всем, конечно же, больших успехов и удачи, потому что, ну, с инфодайвингом по-другому быть не может. Главное — работать над всеми моментами, которые подсказывает Наталья и Ирина, и все получится сто процентов проверено на себе. Кто-то может, а хотите еще сказать? Что еще хотел сказать? А, знаете, когда я пришла в инфодайвинг, я не умела плакать. Вот это слово совсем. Я была какой-то, знаете, меня даже называли таким Людвигом, я была безэмоциональной. Ну, как безэмоциональной? Не могла, ну, вот позволить себе плакать, что ли, вот какое-то такое вот у меня состояние. А сейчас я стала очень сентиментальна в каких-то моментах и, ну, то есть более чувствительна, что ли, можно так сказать. Вот, то есть я раньше даже фильмы смотрела специально, чтобы вот проплакаться. Сейчас мне этого не надо. Я встаю перед зеркалом и начинаю что-то говорить, и это, и слезы. Счастья и радости, и тогда, конечно, совсем счастья и радости, но, в общем, как-то так. Я хочу сказать большое спасибо, поблагодарить всех вас, что вы появились в моей жизни. Это был, знаете, как лучик света, который я искала в тёмном туннеле, и вот сейчас он у меня просто появился, и я иду с благодарностью с большой к Интали, к Ирине. Я бесконечно благодарна вам, что вы есть. Спасибо вам, очень хорошее интервью такое, жизнерадостное получилось. Умы очень рады за вас, всё здорово. Спасибо вам, до свидания. Спасибо большое, до свидания. Эта история с действительно тяжёлым диагнозом и действительно счастливым концом. И она стала возможной благодаря трансформации родителей. Благодаря тому, что родители научились видеть и обращать внимание на своих детей, и именно концентрировать его на положительных результатах, на положительных изменениях, находить счастье в каждом моменте общения с ребёнком, находить радость, находить и концентрироваться именно на счастье. И своим сознанием и счастьем они смогли создать новое счастье, и потом новое счастье. Видя положительную динамику у детей, они из здоровья относительного, они создавали здоровье уже действительное. И так шаг за шагом, и так на протяжении года. И в данном случае работа сознания, она очевидна. И никакая генетика не может устоять перед сознанием, перед мыслью человека, насколько мы действительно создающие, насколько мы действительно творящие. И человек, когда этого не осознаёт, он может сконцентрировать внимание на болезни, как всё плохо, ныть, погружаясь всё глубже, глубже, глубже в негатив, закапываясь, закапываясь в болезнях, диагнозах, историях и так далее. А может осознанно подняться по вот этой лесенке, хватаясь за каждую возможность, за малость. Тут в глазки посмотрел, тут с машинкой поиграл. Лучше, 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 каждый день лучше. И на выходе смотришь, а уже ребёнок осознаётся, смотрит в глаза, говорит, мама ухаживает за собой. И пошло развитие. Потом будет здоровая школа, потом переезд, и потом никто не скажет, что этот ребёнок был когда-то оболен, и что у него было страшное заболевание. Но это всё процесс трансформации внутренней. Это процесс трансформации сознания. Это осознание в себе Бога, Творца, Создателя. И молодцы родители, которые смогли пройти этот путь вместе с нами.